Это моя игра, я путь особый, не путай соль, а дикие, риблики, найки, буду басой. Время не пункт, время не ждёт, и времени нет. Либо тебя, либо ты, либо вас там все. Лига любителей, но это же дом твой, бей вновь, делай кино. Бэйби Гин, твоя банда на поле их, оскол футбол, братик, сам зацени. Здравствуйте, дорогие зрители, программа Бэйби Гин, номер 35. Мы с вами продолжаем смотреть мячик, продолжаем жить в нашем ЛФЛ. И сегодня я снова не один, сегодня я с очередными гостями, шкурили на меня, что я приглашаю. Все время одних и тех же людей, но на самом деле, у кого-то с работы не получается, а вот со временем. Поэтому как бы пострадываем графики. Вот на окно опять нужно прибыть. Гости сегодняшней моей программы, это легендарный футболист Иван Беланов. Не поменявши лицо, АТ и Мясная Лавка, да? Были еще РЖД и Оскол Сити. Были такие, да, команды. Хорошо. И Евгений Ежов прошел любителей жалобы. Жалобы, да, их человека ждали, хотели. И мы, как бы, и зрители увидеть в гостях. Спасибо, что пришли. Так получилось, что мы не договаривались, но все пришли в спортивных штанах. Ну, спортивная программа, когда, я думаю, позволительно. У нас тут не программа, а Черданцева, Генича, Уткины, все какие-то там, о заумном футболе говорят, которые... Вот, у нас своя, как бы, кухня. Ребят, давайте начнем с вас, наверное. Ваня, ну, расскажи немножко ты, как я понимаю, у нас выходец из дворового футбола в прямом смысле этого слова, правильно? Да. Микроприбор, наверное, поиграли мы на всех полях, что были школы. Вот, ну, как бы, вот так как-то. Ну, начинал с 15-й школы, правильно, просто гонял? Четырка, пятнашка, как бы, да, там рядом жили, в садике бегали между деревьев, там обладили их все. Вот, потом уже на пятнашке более серьезно начали играть, лет 10, наверное, проиграли, там турнир у нас был небольшой. Ну, а так, в основном, да, позанимался чуть-чуть я у Иванюка, Валентина, и у Левыкина. Один год мы с ними поездили по области, и все, больше ни у кого не бегал. В основном все дома, все рядом, вот как-то так. Понял, хорошо. Жень, ты у нас более профессиональный футболист из нас троих, мне кажется. Да, правильно? Ну, ну, наверное, скажешь. Жень, ну, расскажи немножко, как, вот, ты коренной у нас губкинец, как бы, ты там все... Да, я родился в Губкине, в пятом классе я пошел на футбол, вот, до этого занимался два года плаванием, вот. Занимался в клуб Анау Михаил Ивановича, вот, до девятого класса, потом уехал в строитель, в бывший интермодуль, в интернат. Там два года заканчивал школу и там играл. Потом опять вернулся в Губкин, и все, и в Губкине был. Это какого ты года, Жень? 91. А это Леня Укурцев, это вот где-то примерно твой возраст, нет, вот, интермодуль этот? Кто, Вова, Гая, нет, вот... Это все, вот, половина, кто в СПЦ, все это я с ними был. Это ты с ними, со всеми играл. Жень, ты похож на спортсмена, ты, помимо футбола, мне кажется, еще как-то что-то, да, плавание не забросил, нет? Или это... Редко, ну, так, для себя просто поплавать и все. Ну, то есть, любишь все эти дела, да? Хорошо, Жень, расскажи, пожалуйста, как бы с Ваней более понятно, как он оказался в команде АТ, хотя тоже такая, да, история? Ну, история есть. Почему? Можно сейчас, да, тогда, если уж всплыл этот разговор. Играл в местной лавке, Ваня, обратно в АТ, что не так, почему? Да я не знаю, как-то так получилось, что, наверное, насытился футболом одно время. Вот, а в лавке все мы знаем, да, цели большие, задачи большие, организация такая мощная, сильная. Ну, и Артема обманывать не хотелось, потому что выкладываться я не хотел на 100%, завязал, наверное, месяца два или три вообще не бегал. Вот, как закончился миник. И потом Сафон, да, легендарный, наверное, тоже. Вот, пригласил в АТ, я долго сопротивлялся, не хотел, там еще. Поговорю, не надо, зачем мне, да. А потом он, давай, 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 по возможности, ходи, играть некому. Ну, и как-то вот вернулся. Ну, ты, в общем, в АТ. Сейчас, на данный момент, ты как бы там вот и оседаешься, в этой команде, да? Да, пока, да. Хорошо, Жень, вот ты скажи, пожалуйста, как ты оказался в команде... Вегас? Вегас, да. Мы с ребятами просто, когда я закончил, ну, как бы футбол, ну, профессионально будем так говорить, по области вот этой вот игры. Просто время с ребятами на выходных мы собирались, просто играли. Мы хотели два года назад начать, ну, как бы, друг говорил, может, заявимся. Ну, это не то было время, рано, рано было, потому что, ну, я видел, как бы, мы играли, да, там, что-то получалось, что-то нет, но рано было. Вот, я говорю, на следующий год можно было. Ну, и все, как бы, и Самир предложил, вот, есть спонсор вегас. Ну, есть спонсоры, отлично. Главное, играть. Хорошо, Жень, а вот такой, может быть, я не знаю, могу ли я, имею право поднять такой вопрос, да, да, нет. Почему не в команде спартанцев, все-таки там вот был твой кум, как бы, Сергей Тришин, как бы, я думаю, те люди, с которыми ты ни один, ни два года, ни пять, там, проиграл вместе в футбол, да, почему не там? Потому что мне хочется именно с вот этой команды, знаешь, с меньшего, и вот по ступенькам идти вверх, вверх и вверх, чтобы, ну, как бы, ладно, там мой рост, чтобы ребята росли, ну, как бы. Хорошо, а это вот твой характер или как, с чем это связано? Потому что не все люди хотят, некоторые хотят, вот, как Ваня Кристоф, все время в команде победителей где-то быть, там, как-то. Хотя он сейчас там считает, что он приносит счастье, то есть там, где он играет, там, победа, как бы. Человек счастливчик? Ну, да. Максимар там. Мне, мне больше хочется для ребят, для ребят, чтобы они почувствовали же вкус победы, медали. Конечно, лучше, конечно, золотые. Ну, третье, второе место, но лучше золотых, только, в принципе, к этому мы и стремимся. Просто, как бы, из ребят, которые просто собирались на выходные после работы поиграть, чтобы потихоньку вырастали. Пусть не до профессионального уровня, но... Ну, скажи, пожалуйста, вообще, вот реально, как бы, в таком возрасте ребят, как бы, все равно, ну, так сказать, натренировать на какой-то определенный уровень? Сложновато. Сложновато, если тяжело, как бы, как тебе сказать, не у всех есть желание. Многое зависит от желания. Когда человек хочет, когда он слышит, вот, что ему говорят, как бы, то есть возможность. Но, опять же, это нужны, как бы, постоянные тренировки. Потому что, как мы тренировались, каждый день, и то, как бы, оттачивать мастерство, это надо долго, в протяжении времени. Хорошо, а вот я еще сейчас подумал о том, что у нас все троих есть еще одно общее, как бы, то, что нас связывает. Мы все втроем играем, играли в защите, ну, играли и играли, да, вот скажите, ребят, может быть, по очереди, почему вот оказались в защите? Да я даже и не вспомню, как-то, как встал, так и все. Потом у Левыкина, а потом уже компло, а менять поздно, наверное, было. Так, в Атайна достали. Молодой был, иди там по защиту, бегай в минке, в нападении. Ну, никогда не нравилось особо, в защите. Жень, ты как вот в этой минуте? Я был нападающим, от самого детства я был нападающим, но, как бы, у нападающего должно быть голевое чутье, он должен чувствовать. У меня этого не было. Вот жесткость, борьба, да, у меня была всегда. Поехал, ну, в этот, в интернат, да, в строители, и тренер посмотрел, как бы, у меня получилось, что много я сталкивался с защитниками, то есть, как бы, ну, получили такие моменты. И он поставил у меня защиту. И вот с тех пор, вот, у крайнего левого защитника я играл постоянно. И, как бы, мне нравилось. Ну, не могу я, как бы, забивать. Нет у меня чуйки, вот это, где я должен находиться. А вот в подкате сыграть, выиграть, вырвать что-то, это, это, по-моему. А вот, Жень, скажи, пожалуйста, вот, вот, по-любому, есть же какой-то кайф от игрок в защите? Вот ты получаешь себе какую-то удовольствие, скажи? От игрок в защите? Когда на ОНОВ сыграли, наверное, всегда удовольствие, да? Ну, да, главное, сейчас, в данный момент, как бы, задача, чтобы, ну, я не хочу, чтобы забивали, мне забивали, как бы, ну, опять же, от меня мало что зависит, если один, правильно? То есть, должна быть поддержка, должна быть подстраховка, в любом случае, то есть, ты должен быть уверен во всех своих игроках, вот. Ну, а вот скажи, а ты согласен с такой формулирующей, что это самый крутой игрок в третьей лидии? Я думаю, нет. Нет, ты думаешь, нет, да? Ну, у меня, как бы, нет такого, что это в порядке, там, или как-то это, я как играю, так и играю. Почему? Много ребят есть, которые хорошие, как король. Ну, Саня, она просто еще не вышла на своем уровне, как бы. Скажи, а вот тебе этот урок, а нам нельзя знать, что там? Не надо, да? Окей, хорошо, все, тогда проехали этот разговор. Ребят, по-любому следите наверняка за тем, что происходит, вообще, насколько глубоко? Поверхностно. Поверхностно, давай. Ты тоже знаешь? Честно, я, как бы, ну, в свою, потому что, сам знаешь, у нас борьба, как бы, идет с колхозом, и вот это вот игры. А вот, ну, в этих, ну, высшей лиге, там, это, это, понятно, СПЦ я знаю, там, без вариантов. Вот, Авангард, ну, тоже знаю, как бы, людей. А вот если же... Спартанцы. Хорошо, а вот если вернуться к разговору, как раз-таки, о вашем... Работает нормально. А если я вернусь к разговору, вот, ваше дерби с колхозом, вот такая, ну, экстраординарная, можно сказать, футбольная ситуация, драматика такая, полная такая, театральная. Скажи, пожалуйста, вот ты как, все это перевалил уже, всю эту ситуацию, вот есть какой-то анализ, что произошло вообще, почему? Что пошло не так? Да я думал над этим, ну, честно, как-то, ну, грубо скажу, хреновато было ощущение, после Миньки, помнишь, когда ты был на той игре? Да, да, я думал в той игре. Вот. И то же самое ощущение было здесь. Противно, будем так говорить. Но почему? Мне кажется, просто, просто надо было во втором тайме выходить с холодной головой. Просто с холодной головой и, как бы, играть в пас, не нестись вперед. Ну, как бы, я, ну, я старался так и делать, в принципе. Вот. Ну, наверное, может быть, моя вина, то, что я, ну, как бы, не подсказал или не это. Потом адреналин играть мне интересно. Ну, мне кажется, только из-за этого. Потому что пропустили один, все, у колхоза сразу стимул появился. Если один, значит, они будут нестись вперед. Ошибка произошла, получили второй. Все, а что нам делать? Ну, в принципе, можно было, но нам-то надо было побеждать все-таки дерби. Все, мы пошли вперед. Ну, и поплатились за это. Понял. Ну, да. Такое, мне кажется, следующая встреча в любом случае будет мандражная как-то определенная. То есть, есть недосказанность некая, мне кажется, в этом дерби. Согласен? Еще не все закончено. Мне так тоже кажется. Второй матч будет, мне кажется, гораздо интереснее. Да, будет и жестче, и будет, да, это украшение наших либ, пожалуйста. Хорошо. Вот как раз-таки ты сказал, что если по чемпионату смотреть, то берешь в СПЦ без шансов. То есть, ты считаешь, что это по-любому 100 пудовый чемпион, где никто ничего не делает? Это очень сильная команда. По подбору игроков это очень сильная команда. Потому что там половина всех состроителей, кто были. Они все в порядке. Все профессионалы. Валя, ты тоже такого же мнения придерживаешь, что по любому альтернативу как бы нет? Нет, они хорошие, но я думаю, Союз все-таки даст им бой. Даст им, наверное, все решится. У них в личной встрече во втором круге не было еще. Ну да, если посмотреть, 14 игру мотора, то 40 очков. Да, и вот если сейчас Союз их второй раз обыграет. Ну, забитый, пропущенный. А Союз обыгрывал? Да, 4-3, кажется. Да, да, да. Что-то было интересное. Я слышал, что Союз хороший, но я просто никого не знаю. Просто уже хочется, чтобы СПЦ, да, уже выигрывал у нас. Все и вся, наверное, в городе. А Союз уже, сколько он, наверное, лет уже 10 команд берет. Ну, а вот вы, может быть, не заметили сейчас, прошла такая информация о том, что, правильно, Алексей, что транспортное окно расширено немножко. Когда? Оно как-то закрылось, только мотка заявки. В период до заявки. Это нормально. То есть у нас бывает. Я помню, не до заигранных игроков, да? Да, да. Просто у нас там в ближних лигах по 7-8 человек на матч приходят, поэтому... Чтобы матч даже не переносить, просто некоторые команды попросили заявить. То есть это все равно все вещи, чтобы рожать не было. Да? Ну, пускай каждый сам. Вот, почему я так говорю, потому что вот не то, чтобы прошла информация, стали свидетелями одной ситуации. Кстати, Максим Козин тоже вот на меня обижался, что я его назвал, ну, сказал, что легенда была в день рождения. Сказал, что ему за 30 лет. Нет, Максим меня поправил, сказал, что ему всего лишь пока 29, как бы. Вот. Ну, мы просто, Макс, судя по движению, на поле сделали лучше тебе за 30. Вот. И случайно наткнулись вот на ситуацию. Вот, Максим Козин... Сейчас мы откроем. Где у нас проигрыватель? Вот он есть. Почему так долго? Вот. В компании с футболистами клуба СПЦ, как бы, и невольно, как бы, задумывались о том, что, может быть, это трансферное окно открыто, как бы, для того, вот, как бы, один из таких... Был бы шумных, я считаю, трансферов. Да, в нашей команде, как бы, в нашей лиге, да? Вань, Жень, как считаете, насколько это реальный, как бы, трансфер? Ну, мало вероятен, я думаю, таких ребят из мотора клещами не выцепить, потому что они там с основания, на них все начиналось, и, думаю, на них... То есть, ты считаешь, что это реальный, Макс? Не реальный, да? И, вот, Жень... Не, ну, если ему это мне предложат, не знаю, там... Зеленый. Как же он играл по области, да? На кого, за кого? Я вот не помню, но вообще... Ну, играл, конечно, играл. Сколько тебе, наверное, лицо, помню. За Чернянку, по-моему, он играл, за Харсману Юругу, там, еще... Я помню, играл я против него. Ну, и как, ну, в порядке? Он быстрый. Быстрый, да? Быстрый. А почему все считают, что он медленный? Не знаю. Не, в порядке, да? А скажи, усилил бы он команду СПЦ, вот, если бы такой-то трансфер состоялся? Я думаю, да. Но он же нападающий, да? Ну, такой сейчас более такого, как бы, в оттяжке такой нападающий. В оттяжке? Да. Ну, я думаю, он с головой. Я думаю, подусилил бы. Как раз в СПЦ много быстрых игроков, как бы, я думаю, с головой он. Хорошо. Вернемся тут, ну, как бы, по чемпионату чуть-чуть, может быть, если уже взяли команду СПЦ, тогда-то чуть-чуть пустимся в кубки. Кубок, ну, как бы, вот, на этих выходных был такой супер-дерби, можно сказать, в нашей лиге. Это в группе Б играла команда СПЦ и Невский. Почему я говорю супер-дерби? Потому что команда Невский изрядно усилилась. Вот этот. Изрядно усилилась Малаховым, Шаталым и прочим людьми, как бы, да. И назревала такая, как бы, игра должна была, ну, как бы... Я думал, что все-таки команда Невский сможет навязать игру. Ну, никто из вас, наверное, не смотрел, да, Евгений Малахов? Ну, вот, давайте вместе посмотрим. Вот Евгений Малахов, сразу удар в штангу. Тут, как бы, повезло, скорее, да, Завьялов на штангу вот. Там в коленку, да, Ваня? Ваня с вами. А в коленке в штангу, да. Да, в коленке в штангу. Тришин. А, нет, да? Тришин, как у него фамилия? Тришин, да? 20-го. Нет. Вот такой гол, ребят, вам, как защитникам, пожалуйста. Не разобрались, наверное. Вячеслав Малахов, по-моему, взял. Ну, зачем? Владислав, Владислав, да? Если вратарь не кричал, то да на вратаре. Ну, такая чистейшая ошибка защитника. Ну, по идее, это, да, мяч вратаря, как бы. Он падать защитник должен. Если он не подсказал. Не, а вот в этом эпизоде, вот смотрите, как бы, это, ну, ага. Жень. Защитник первый. Я не знаю, я не знаю, почему он не пропустил. Вот смотри, вот в этом положении, вот в этом, да, у него три варианта. Согласны? Вынести вправо, правильно? Поставить спину, можно, да? Корпус. Корпус. Закрышим вратарь, спокойно взял. Либо, короче, он тебе просто толкнет спину и штрафной просто заработаешь. Либо просто оставить, потому что все равно вратарь, смотрите, был, по ходу, дело первого на мяче. Человек, короче, из трех вообще сделал четвертое неправильное решение. Но я это все-таки связываю, знаете, с чем? Мне кажется, перенервничал. Бывает же, да? Может быть. Может быть. Часто бывает, когда с ротарем вроде и защитник как бы первый, и вратарь, и я. И в итоге не разбираются. Ты начал слишком много думать, называется. Да, да, да. Мне кажется, это просто такие игры, когда вроде как на тебя на них. Ответственность такая сильно накладывается. Может быть, если бы у Невского не было вот этих усилений, да? Такого антуража бы не было. Возможно, он бы там сыграл просто и все. Я тебе больше того скажу. Итоговый счет, вы не в курсе, да, какой? Нет. Ну, счет 9-0. Пользуюсь ПЦ, как бы. Все время я пытаюсь протопить эту команду, но реально вот гол как бы я сегодня выкладывал. Ваня Кристоф. Как бы мы его все не любили. Там река что-то не было? Ну, такие вещи нет. Вещи человек закладывает практически в каждой встрече. Да? Ну, часто забивает очень. Тебе знаком наверняка этот футболист, да? Конечно, с ним не знаю. Они всем по 10 мячей, наверное, забивают и вот. А голов 5-то, наверное, красивых. Ну, пожалуйста. Ой, судья, уже свист. Причем вот тоже, опять же, почему я... Смотрите, вот. Обратите внимание, вот идет момент нарушения правильного, да? Тупо такое ощущение, что команда Невский просто вся полностью включается. Вот, смотри. Все, спиной. Отвернулись. Никто перед мячом не встал. Да. Все, пожалуйста. Он получил мяч. Спокойно. Обыграл. Ну, здесь Малахов мог бы сразу повернуться и уже... Ну, да, да, да. Как бы вот тоже выключился. Ну, а тут уже пошло, поехал. Фарт просто. Там мячей 15 могло навалить. У меня такое ощущение, что действительно, если бы играли без усиления... Не потому что Женя Малахов, еще что-то. Те ребята, которые вы вышли, может просто как бы... За счет самоотдачи. Да, самоотдачи как бы. А тут вот... А тут уже есть мастера, да? Как бы надо выглядывать их и тасовать их. У них форма поменялась, да, у Невского? Да. С зеленого на синий. Кардинально так. Все-таки, насколько команда СПЦ прочная. И вот смотри, сколько атака так долго идет, да, и никто даже не возвращается. И никто не возвращается. Я же на это и хотел обратить внимание. Там повозили, там минута атака, там, в принципе, бежать. Вот, вот, сейчас прибежали сколько-то. И вратарь, да, Бихилев фамилия у него, правильно я понимаю? Да, я не знаю. Вот, тоже шикарный бой. Да, по-моему, Малахов. Ну, просто обхлам. Ну, мне кажется, тут игра была более-менее до 4-х нот. Или не было. Вратарь, наверное, тут пытается что-то... Ну, только единственное вратарь, как бы, да, ему вот и встреча больше всех досталось. Да. Самое обидное. Здесь показатель такой гол, сейчас мы его посмотрим. Ну, тут был шансик. Вот, все, тот же 25. Ну, вот, не то, что я, как бы, придираюсь, блин, ну, наверное, надо попадать, да, хотя бы в Альбов? Ну, нет, хвата много вообще футболистов. Да тут... Или они все там футболисты? Ну, вот сейчас на поле, как бы, по-моему, в большинстве, в своем, это все, в футбике. Ну, думаю, должно давать были бы. Муха, ну, не 9. О, пожалуйста, тебе. Какой момент, да? Глядя, ну, все как-то... Если еще раз вернуться к этому моменту, розыграть. Очень, очень красиво. Да? Очень красиво. Почувствовал за спиной, что он... Раз, два. Я думаю, это даже наигранно может быть. Пожалуйста, тебе, да, вот как бы мы... Как бы, как бы я не это, да, а все-таки... Ну, как бы они в этом составе, это СПЦ, это уже давно довольно-таки играет. Они уже, я думаю, чувствуют друг друга. Тем более на всех турнирах, в мини-футболе, 8 на 8. Они уже давно, они сыграли. Ну, сыгранность в футболе, это вообще, что такое, Жень? Сыгранность в футболе? Да, да, да. Как объяснить, да? Да. Вань, может, ты по-моему. Это... Ну, как я понимаю, это когда ты... Не глядя, ты чувствуешь партнера, где он может находиться в том или... В данный момент. А это вообще возможно, Жень? Возможно. Ну, вот, допустим... Ну, сколько... Вот это, допустим, да, вот он давал пас, да? Может быть, это наигранная комбинация. И он уже знает, что с правого края подключения идет. То-то, по периферическим зрениям, может, не увидел. И все. Вот ощущение, я вот чувствую, вот слово наигранность в футболе, да, вот именно, ну, как бы, да, вот, связано больше с тем, ты знаешь, каков твой партнер и что он может. Конечно. То есть, если ты знаешь, что этот человек не бегущий, ты ему не будешь никогда бросать, да? Вот с этим в первую очередь связана, мне кажется, вот эта вот наигранность, потому что футбол такая очень сложная. Вот эта вот игра, вот, недавно Барселону, может быть, вы видели, играла с кем-то, ну, по-моему, то ли с Севильи, то ли еще с кем-то. Суперкубок. И этот, орда Туран не видели, да, забежала, грудью скинул, ну, я ей вставлю, может быть, программ, жаль, вам не могу показать. Ну, там просто феноменальные как-то люди, вот, друг друга понимают, да. Ну, собственно, вот, таблица, тут еще Урал Медком с Невским не сыграл, да, в футбке. А там решают, что ли? Да, по этой группе, я думаю, да, решаться будет, ну, хотя, как вы думаете, по группе Б, что ли? А если Урал Медком выиграет, это же у Невского, это лички же идут, да? Ну, наверное, да. Получается, Урал Медком выиграет, игра за выход. Ну, тут еще Локомотив, видишь, выиграл у Урал Медкома. У Локомотива все его сыграны. А, ну да, как он опережал. Урал Медком, Локомотив выиграл со счетом 5-0 у Урал Медкома. Не техническое, думаю, что. Возможно. 5-0 какой-то счет такой, да, технический? Ну, кто, думаете? Да, я думаю, Невский все-таки. Невский, думаете, сможем, да, вытащить? По первой группе Авангард Спартанцы была игра, 2-0 выиграл Авангард, был дождь очень сильный, Град, Ливень, все дела. То есть, как бы, Жень, мы очень часто говорим о команде Спартанцы. Я уже понял. Да, тебе знакомо. Скажи, пожалуйста, вот в чемпионате, если мы сейчас нажмем туда-обратно, пока вот 9-е место не так хорошо, ну и не очень, не так хорошо, да, но не так, чтобы плохо. Чего не хватает, на твой взгляд, пока вот этому коллективу, чтобы показывать, ну, как бы быть чуть выше? И вот, и в кубке тоже буквально чудо, на самом деле, вышло. Ну, как бы я особо, ну, игры не видел, как бы ни разу, ну, особо так вживую какая-то, так вот после игры виделся. Ну, с кумом разговаривал, он говорит, просто, просто не везет, не знаю, невезение у твоего нет. То есть, то они не могут забить, то пропускать какие-то нелепые просто. А хотя по подбору игроков тоже, извините, как бы не слабые там люди играют. Да, я же о чем уговорю. Наверное, наверное, везения, скорее всего, больше не хватает. Не знаю, как назвать, везение, удача, успеха, я не знаю. Женя, ну, а было какое-то предложение, только если честно? Да? Да, было, но ты, не это, не твоя тема на данный момент, да? Пока. Вот видишь, что... По спартанцам хотел бы согласиться, Женя. Смотрел игру я ихнюю с мотором, вообще классная игра, просто, и на последних секундах пропускай гол. Вот, да, действительно, может быть, чуть-чуть какого-то там, хладнокровия не хватает, не знаю. Интересная команда, да. Хорошо, дело в том, что волей у судеб так получилось в Кубке, что, я так сейчас очень сложно такой механизм вам объясню, что в случае того, что если, в общем, Микро сыграла со спартанцами 2-2, и в случае, если Авангард выигрывал спартанцев с разницей в 2-0, то Микро при удачной игре с ВП, при победе, имела шансы как бы выйти из группы. И дело в том, что как раз-таки игра Авангарда со спартанцами закончилась еще 2-0, а после них прямо играл вообще в ВП с Микро. Ну, давайте тогда перейдем к этой встрече. Где она так? Вот она, ВП. Микро, ребят, ну, может быть, Ваня, тебе это ближе, вот, как бы, тема, что с командой ВП, с первой именно командой, почему ничего не получается? Какие-то есть футбики, но что-то, ну... Ну, вот, может быть, им этот статус звезд мешает. Крово, выпей? Выпей, да. А почему, почему у них статус звезд? Ну, не знаю, у них же там много таких звездных игроков, эти, как Скорики, да, там? Да. Вот, ну, не знаю даже, не знаю. Ни одной игры не видел их, много не могу, по-моему, сказать. Ну, я думаю, они-то уже перед сезоном, наверное, задачи ставили себе хотя бы там побороться. Ну, да, вот в этом чемпионате тоже, опять же, и в Кубке ничего не получилось. Вот, ну, вот такой гол, смотрите, пропускает команда Микро вначале. Проблемы этой команды. Вот, нет. Ваня. А где защита? А вот мы давайте еще раз на повторе, на медленном посмотрим. Мне кажется, вот этот человек. Да, да, да. Согласны со мной? Ты про вот этого, да? Нет, нет. Или про того, который не пошел? Вот, если еще раз отмотать этот момент на начало. Вот, посмотрите, я имею в виду, изначально с кем играет этот парень. Сейчас вот. Вот, вот он, да? Вот этот футболист. Девятый, ну, и, по идее, вот этот человек Илюха. Да, Илюша зовут его, должен с ним играть. Правильно я понимаю, нет? Или переключение должно быть Женька? А на кого переключать? Там больше никого нет. Ну, вот смотри, выдергивает защитника, правильно я понимаю? Вот, это да. Дерусок седьмого номера. Ну, вот он не дошел. Он должен пойти до конца, да? Он должен за ним подойти. Либо, если у них там они игроков передают, вот этот игрок должен быть... Либо он должен был остаться там, в конце, да? В зоне, а этот уже сместится сюда. Ну, вот такая ошибка, на самом деле, настолько грубая. Я просто в шоке. По игроку не поиграю. В центре поля. И он опять, иначе нету, и подстраховки нету. Ну, тут как бы гол там... Да ну, опять же, вратарь мог подсказать, что за спиной игрок, если такая ситуация. Должен был подсказать. А слышно вратаря? Да, конечно, слышно. Вот борьба там играет, ты включен. Да, слышно, слышно. Смотря кто как. Смотря кто как, да. Ну, у нас вратаря слышно. Слышно? Да. В каждой команде вратаря по-разному. Понял. Здесь как Вандерсар молчаться-то, я, потому что, но Вандерсар и играл. Вот Денис Хоршков, допустим, я заметил такое, что он комментирует весь футбол, который происходит на поле. То есть у него вообще, то есть футбол, он контролирует... У него оборона начинается с нападения. То есть он расставляет с самого нападения и... А насколько, вот, ребят, скажите, пожалуйста, вот перспективен футбол прессинга на той половине поля именно вот в нашем ОПЛ? Да, конечно, перспективен. Главное правильно прессинговать. Смотря какую команду прессинговать, да, то через две передачи обрежут тебе. И кому прессинговать? Допустим, я скажу свою команду. Если мы туда полетим прессинговать, у нас некому будет играть сзади. Просто мы не успеем вернуться, если нас обрежут. А если бегущая команда, мобильная, организованная, конечно. Скажи, Жень, а вот хватит ли сил у коллектива, вот, понятное дело, что есть такие команды, как СПЦ, а вообще из среднего коллектива можно добиться того, что он сможет вот прессинговать на той половине поля и как бы вот там начинать защищаться, если бы мы вот эту ситуацию? Если постоянно, ну, как бы, постоянно там, да, прессинговать, то на весь матч, наверное, не хватит. Ну, это идеал, да, получается, игры в футбол? Понял? Окей, поехали дальше. Дервусов забил, как бы, ну, вот, видишь, не пошел на мяч, да? Все, вот, вот тебе гол, не гол. Ну, это такая ошибка, которую все еще во дворе говорят, вот они, ну, гол, как бы мы его с опозданием как бы засняли. Вот. Ну, это такая ошибка, которую все еще во дворе говорят, вот ты не пошел на мяч. Ну, а может, это психология человека? Это азы футбола просто. Не допустим человеку. Ну, да, вскоре как-то выучили там, еще кого-нибудь поучат. Просто, ну, какой-то, я не знаю, они, может, в удовольствие вот бегают, играют. Я видел и смесную лавку, по-моему, там он тоже раза два, наверное, привез там его. И он даже не побежал за игроком. А центр поля 8 на 8, не знаю, салатизм, нет, провалил центр поля, все, у тебя все оголено. У тебя вываливаются они, вот они ворота, вот она штрафная, вот они защитники уже. Раскатываю не хочу. Ну, моментик хороший. Пожалуйста. Понял? Тоже, да? В общем-то. Никто не встречал. Голевой момент. Вот это там другие спортсмены. Парни, железнодорожник сейчас тусят. Имел шанс, вот команда Микро, вот второй гол, 2-1 счет. Ну, я тут на повторе посмотрел, я бы зафиксировал все-таки на рукой, смотрите. Нападений не было? Или было? Да не было. А вот у него какого. Там тоже вратарь перегородил обзор судье, получается, сам с собой, видишь, как там. Ну, сложно, да, момент. Да, и он стоял полублоком. Да, и он стоял полублоком. Он имел шансы, Микро, но, к сожалению, 4-2 не смогли. Вот тут, конечно, шикарно пробил, но не хватило. Другой вопрос, что команда Микро на сегодня чуть выше, чем середняк первой лиги, команда VP находится, давайте посмотрим, тоже в середине таблицы, выше лиги. То есть все-таки, да, результат достойный. Не то, чтобы даже достойный, но, значит, играть можно. Да, можно. Можно, значит, добиваться вот этих, поставить результаты вот. Тем более, в первой лиге они выход ставили, да, или нет? Кто? Микро. Ну, естественно. Ну, тут до выхода как бы, как, уже далеко. Хотя мы там обсуждали моменты, там, ТРМП, кто куда, там, все дела. А, в принципе, что там, они рядышком, смотри, там, игру выигрывают, 29 на 2 очка от Горняка. Ну, возможно. В стыке. Значит, Ваня, по первой лиге сейчас поговорим, тем более ваша лига, своя. Всех спрашиваю, Жень, вот, ну, как бы, кто аутсайдер, как ты считаешь все-таки, хотя ты, судя по тому, как, я понял, не смотришь особо ни это, да? Ну, выше вот этот я, как бы, не смотрю. Ну, это все для тебя неизвестным, как бы, коллективом, по большому счету, да? Спартанцы, СПЦ, Авангард. Ну, просто, кого я знаю из этих команд, как бы, ну, в принципе. Но неужели не хочется, вот, выйти против Будианского, там, и что-то там тоже с ним, там, по-моему? Я бы хотел, я бы хотел. Это, это интересно было бы. Да, а есть вот какой-то футболист, который, вот, за твою футбольную карьеру отложил какой-то отпечаток? Вот кто вот действительно может быть такой нападающий или полузащитник, вот кто тебя действительно, ну, с которым ты действительно, вот, вот это крутой парень. Ну, у меня Коум хорошо играет. Три Шестерева. А Федор? Федя. Федя тоже в порядке. Я уже давно его не видел, как он играл. Но когда мы вместе с ним играли, он хороший был. Пром полузащитником он хороший. Красноперл, Сергей тоже в порядке. Христоф. Ну, Христоф с головой. С головой, да? Серьезно? Ну, я помню, Серьезе сейчас в программе говорит. Вот видите, на, как бы, легенды все эти мифы, это, да, разбираем, в общем-то. Не, он с головой, он грамотно все делает. Он именно грамотно делает. Не обалдай, я именно грамотно. Понял, хорошо. Ваня, вот ты скажи, вот, ты все-таки более, это, вот... Заглядывай по части. Да, да, по части. Как считаешь, кто такой прям... Да, таблица вот все расставляет уже, да, мы могли не знать у уцайдеров после, там, трех игр, да, тут уже он команды, тут же нормально все с таблицей. Да, все с таблицей здесь нормально. Да, нормально все. 13-15 игр, вот, пожалуйста, вот этот с аутсайдером. Ритм, пересвет, телеком, уралмитком. Понял, ну, отлично, хорошо. По команде пересвет, можешь Паня что-то сказать? Вообще-ничего не можешь сказать? Вообще-ничего не можешь сказать. По команде тогда мясная лавка, вот, первая, давай тогда к ней поднимемся, как бы, вот, что, вот, как ты видишь этот коллектив? Коллектив, да, коллектив мощный. Вот, ну, я думаю, вот, задача была, пятое место. Я думаю, они сохранят его. Сейчас Артем встанет на мостик уже, основательно, да, у него там пока проблемы. Я думаю, они сейчас поднаберут свои очки, поднаберут, сейчас порядок там остановят. Ну, они с Авангардом будут бороться, мне кажется. Вот, 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 Дрим Тим еще, да, Дрим Тим тоже такая команда настроения, ее не предугадаешь. Как и лавка. Она лавка у Авангарда выигрывает, с уралмиткома выиграет ничего там. В принципе, я думаю, на пятом месте они останутся. Ну, это достойно результаты, это как бы... Я думаю, достойно. Для какого? Для второго года в высшей лиге. Я думаю, достойно. И тот состав, который сейчас есть. Если еще пару человек усилится, вот, тогда уже могут, наверное, и поворотиться с мотором там. Хорошо, ребята, вот, может быть, каждому из вас вопрос. Я сегодня шел, очень хотел вам задать. Скажите, вот, понятно, что на нашем фореле как бы, ну, немного зрителей, да? Ну, каково это играть, когда на тебя смотрят люди? Вот что это за ощущение? Есть какой-то дискомфорт? Или все-таки нет? Или наоборот это приятно? Это наоборот. Это наоборот, как небольшого ажиотажа. Значит, подстегивай, как бы, еще не... Ну, что-то показать еще лучше, как бы, постараться. Но это не минус, это плюс. Плюс, ты считаешь, да? Ты такого же умения, Ваня? Плюс, конечно. Безусловно, да? Конечно, поиграл, когда в лавке, когда эти трибуны орут, там просто усталость сразу проходит. Не, ну, а вот, допустим, я вот, когда играл, все равно каждый человек, мне кажется, испытывает, ну, может быть, это опыт как раз-таки уже потом все это заменяет. Вот, ощущение, ну, как сказать, сжатости какой-то, наверное, потому что люди на тебя смотрят и... И ты говоришь, ошибей, ошибиться. Да, да, это может сыграть роль. Нет, ну, если бы Бубнов какой-нибудь смотрел, да, и т.д. за тобой считал, возможно. А когда люди поддерживают тебя, верят тебя и гонят тебя, как бы, нет дискомфорта. Ну, а вот оно имеет право, Балички, вот, как бы, вот, может быть, ну, не то чтобы слово, ну... Грубо высказываться? Да, в твой адрес. Я думаю, имеет, но на более профессиональном уровне здесь, как бы... Как человек смог, так и сыграл. Человек, может быть, смену отпахал у станка, да, пришел восьмым, не хватало, да, тренер его вызванивает. Да. А болельщики-то не знают, а болельщики не знают, что он там восьмой, еще и отпросился с работы, да, вот, и они от него требуют, да, ну, что ж вы требуете от него, это вы же не знаете, что он там целый день делает. На профессиональном уровне, да, то есть они, они тренируются все, они больше ничего не делают, как бы, получают за это деньги, то есть, ну, ты должен отрабатывать свои деньги, правильно? Да, но вот, с одной стороны, я все вспоминаю историю, был такой футболист Манчини, я не знаю, я же сказал в программе, нет про это, нет? Роберто Манчини? Нет, Манчини был такой бразильский футболист, он играл какое-то время в Робе, по-моему, если неизменять, там, потом в Интере немножко играл такой вот, и у него вообще игра разладилась, он там, ну, это бразильцы часто будут, потом через время я прочитал историю, оказывается, что у него, с женой или девушкой произошла там какая-то проблема, то есть, там расстались и дела, и человек на этой почве как-то потерялся. А его там еще их набили. Да, вместо человеческих эмоций там где-то у него за спиной что-то тоже может быть не очень хорошо. Ну, это не относится к сборной России, к футболистам, не может быть просто этим людям. Пересвет, Мясная лавка, Мясная лавка играл в кубке, ну, вот мы видим, да? Мотор со Спарты тоже играл, мы посмотрим эту встречу. Или с мотором Спарту, давайте с Мясной лавкой уже, с Пересвета, если уже о них поговорили, и поговорим. Так, Пересвет, Мясная лавка, вот эта игра. Илья Боев. Илья Боев. Ваня, это крутой чувак? Ну, я думаю, крутой. Ты играл с ним в одной команде, насколько это прикольный, короче, партнер. Я с ним не играл в команде. А, ты не играл с ним, да? Я ушел, а он пришел, да. Я играл против него, когда он играл за Dream Team. Человек гол даже, вот так вот можно играть, да. Молодец парень, молодец. Сколько лет на таком уровне. Ну, вот, пожалуйста, да, как бы развернулся. Это он, да? Да. Уже живота нет уже. Уже нет живота. Уже в лавку приходил живота. Артон Семенов, вот, пожалуйста, как бы вот. Вот такой, да. Вот так вот. Почему? Что с этим парнем? Не знаю. Ну, ведь он же может на самом деле. Вот с ним я играл, и его я до сих пор не понял как человека. Почему? Ну, не знаю, ну, такой как-то он. Но он может? Да он может. Он может? Он может. Я когда пришел, так вот, он мог вообще классно. Потом как-то, ну, настроение не то, может, что у него. Ну, может, что-нибудь случилось, никто же не знает. Такой вот он. Уже как бы лет ему, да. Вот удар Витя Кагапов, ну, как бы. Ух ты. Я расскажу, что это наш Роберто Карлов. Да, его приглашали лавку, как на позицию атакующего футболиста. Да, вот, но потом что-то... Ну, я не могу сказать, что... Так как Женя, да, получилось. А потом поглядели, что потолкаться, пободаться вот этой его стиле. Блин, он очень крутой на самом деле. Вот он фланговый защитник, мне кажется. Ну, у него-то меня не знаю, сколько у него там, у него дурь его. Один из лучших, Женя. Он мобильный, правильно ли я говорю? Он туда-сюда мотает. Он может весь матч туда-сюда вообще просто работать полностью, да. И сам, ну, с ударом, то есть, это, да, с обеих полосок, да. Да, может. И мне кажется, этот гол... Не столько даже, там, как бы, вратарю, да, закрыли обзор. Просто застрелил. Сильно-сильно, наверное, да. То выдумывается. Там вот еще вот парень, седьмой номер в лавке, я не знаю, как его взял. Ну, это Сурова Меткома пришел, да? Сурова Меткома, да, да, да. Он же расход с Семента. Нет, я не знаю, вот он хорошо закрыл просто там. Или ему свой закрыл там даже, помог, помог. Я понял. Думаете, вратарю помеха была все-таки? Ну, я думаю, да. По-моему, свой больше прикрыл. Свой больше прикрыл, да. Ну, пожалуйста, Виктор, как бы... Ну, он Ланин. Оскользкий, да, наш? Да, да, он наш парень. Вот Антон Семенов показал тоже. Ну, мог, не знаю, гнадят этого парня очень сильный. Ну, него вот злости какой-то не хватает. А вот Илья Боев. Ну, это, конечно. Шикарный момент. Сыграл Шобок. Согласны? Чуть-чуть не хватит. Вообще, просто Шобок. Вот за это ЛФЛ и любит Илья Боева. Ну, на самом деле, такого не так часто увидишь в нашем футболе, но это... У него все есть. У него голова, у него техника, у него удар, у него все есть. Я сказал, про смаковать этот момент вообще очень часто хвалят, вот мы сейчас смотрим, да, смакуем игру нападающего. А в этот момент защитникам, наверное, очень хреновое чувство, да, парни? Ну, это тут не знаю, тут не знаешь, что ожидать, понимаешь? Как бы у каждого нападающего, ну, как бы свой стиль, да, у кого скорость, ну, может, дриблинга нет, он на скорости пробрасывает, убегает, да, то есть, летит за ним. Илья здесь не сколько скорость, а вот чисто убрать как-то грамотно он может. Я все время удивляюсь, знаете, с чего? Все-таки мозг это что-то такое, вот невообразимое, да? В долю секунды принять такое решение настолько правильно? Мне кажется, у него это на автомате. Ну, безусловно. Это даже он, наверное, не думал, это где-то уже отложено просто, вовремя дернуть надо и все. Я удивляюсь просто. Он частенько, он вот так вот, он вроде раз-раз-раз, вроде медленно, и ждет, когда защитник выкидывается на него, и он же сразу его ножом посажает. Это усиление лавки, я не знаю, там. Ну да, он лидер там. Однако проиграли 3-1. Пересвету проиграли, как бы вот там парень вышел. А, смотри, Семенихин был на поле? Нет. Вот это было очень. Вот, тут моментище еще. Не пенальти? Не пенальти, конечно. Нет, штрафной удар поставил судья. Ну, суд скорее все-таки был, да? Да я там линии не видела. Нет, то, что фолл, да, конечно, был. Заплел, наверное, взяли, да. Раз. Как-то близко к штрафной, мне кажется. Пытался то ли перерезать ему как-то, да? Ну да, наверное, уже пошел. Пойти на перерез, я не знаю. Перекрывать зону. Ну, тут просто Виктор тут и... Первый тайм же мясной лапкой, а вот во втором, конечно, возникли какие-то проблемы. Не знаю. Витька, Сачка, да? Не хватает, не хватает, я свое мнение как бы поделюсь с вами, я просто... Вот гол. О, что там, ликошет или ближний-то? А вот, давайте еще. Во-первых, вынос идет, защитник просто поносил, так, ощущение вслепую, да? Угу. Три игрока, пожалуйста, да? Ну, тут все как бы перекрыто, ну, если я не знаю. Тут вратарь, да? Не, ну тут, видишь, видишь? Как, что это? Это гол вратаря? Да я думаю, ну, ближний угол, ты его там, как знаешь, мы... Так это даже не особо ближнее получается, ну, как какой-то в манцентру, он прям перед ним как-то вот так вот. Да, вот еще раз. И вот мяч раз, сколько он там, по-моему, раза два он стукнулся. Десятый номер отходил. Вынос, я думаю, вслепую голову... А голову не поднимал, просто раз, раз, два. Два раза мяч ударился. Десятый номер сделал. Ну, в этом моменте, вот скажите, я сначала сказал, что вот, вот смотрите, центральный защитник Саня Каракузова, хотя длиннее Саня, я учить, конечно, футболу, потому что человек опытнейший, там, вообще, хороший, потрясающий человек и прекрасный футболист, но, мне кажется, в этом моменте центральный защитник зря попятился, вот смотри. Дал, ну, как бы, воздух. Дал подумать, да, видишь? Да, видишь? Вот тут, может быть, просто первого удара, может, было... Поближе, подсократить чуть-чуть, достанется. Да, я просто как раз на бровке был, я этот момент видел. Да и вратарь, ну, вот Тёма Габёк, ну, да, ну, далековато было для вратаря, думаю, да. И мяч пролетел, вот... Как-то под вышком-то делал. В это упал, а мяч... Мяч, да. Да, с этой стороны, ближний уровень. Не, может, он в полёте поменял страекторию. В полёте, да, кашет, что-то там, я не знаю. Варень вот этот в итоге забил... Ну, к сожалению, у нас вторая часть, как бы, не попала в наш обзор, Ну, вот, не задел шорты ЦСКА на эту встречу, забил, ну, как минимум, два гола. Ну, ну... Думаю, шорт помогли. Еще вот мог забить, как бы. Ну, не просто так одевался, в любом случае. То есть, все играли в родных белых шортах, человек одел чёрные шорты ЦСКА, как бы, тем самым, ну... Играя в этом местном лапе, как бы, умышленно, знаешь, это, ну, как бы, показав себя, потому что я болельщик ЦСКА, как бы, да, и вот... На меня не претендуете? Я не боюсь у вас, то есть, как бы, да, ну, может быть, это, ну, травил, можно сказать, с одной стороны, людей. Что такое? Может, там Козин по поводу трансфера? Нет, это не трансфер Козина, это не Нобеля Рустамян, который на самом деле, у меня ощущение, вообще не знает, футболит и комментирует... А статистику его никто не смотрел, он просто столько переходов предсказывает, я не знаю. Которых не произошло. Да, вот сколько их там вообще? Ну да, есть этот момент. В итоге, вот, мы видим, что мясная лапка, ну, не попала в кубки, не прошла дальше, да? А вот это... Одним кругом кубок будет. Да, да. Это кубок. Да, это все, там... Да, все, хорошо, я понял. Два клюры, как мы думаем? Команда Мотоков. Ребят, мы ее еще не обсуждали, вот она идет тоже наверху. Ну, вон. Ну, я вот думаю, она ни туда, ни сюда уже не дернется. А состав хороший. Состав отличный. Ну, я думаю, пока вот это их место. Пока. Хотя там состав очень... Ну, претенденты же были. Были, да. Тренировочный процесс, да? Вот. Видимо, что за тренировочный процесс? Нет. Они тренируются прям, ну... Я не знаю, по-моему, тренируются, то не тренируются. То есть, как бы, они как-то вот... 50 на 50, да, непонятно. Я не могу понять, честно, что, почему вот так вот. Ну, они вот, смотри, да, они... В том году, по-моему, не были в тройке, да? Там Авангард, по-моему, залез в тройку. В этом уже в тройке. Ну, имеем на речи и Куянского, и Уколова, то есть, как бы, Белоброва. Ну, пожалуйста, что это почему? Пойму. Должны претендовать на это. Пустились вниз, сдавай в твою лигу быстренько, потому что команда «Спарта» тоже, Женя, опять же, наверное, это темный лез для тебя. «Спарта» – что-то знакомое. А там есть кто-нибудь из таких? Антон Базаров. Ну, это он больше по вольной борьбе, мастер спорта, да. А, Резет же там, да, у них? Играл, играет, да. Резет, он в этой встрече, как бы, не принимал участия с командой «Мотор». Вот смотри, берем нижнюю часть турнирной таблицы, тут у вас борьба идет очень сильная. Почему «Спарта», на твой взгляд, нет такого результата, как бы, с вашей командой более-менее все в порядке, у вас все-таки такая любительская все-таки команда, правильно? Ну, уже делаем профессионально. А, то есть, будет что-то, да? Ну, да, пошел толчок, хотя бы тренироваться начали. Ага, понял. По команде «Спарта» что? По «Спарту», да, они такие же, как и мы, любители, там, вон, Антон, и просто на браут, они, я так понимаю, за незнамого играет, их много ребят. Они, как бы, везде так, всегда они играли там. Так что, сейчас вот усилились, я думаю, там же, у них Армен Виталикевич. Ну, да, но он сейчас в больнице, пожелает ему здоровья. Здоровья, здоровья. Пока, наверное, нет. Ну, тут вообще у вас, посмотри, просто, что происходит. У вас вообще рубка страшная. То есть, Витязь, АТ, «Триада», «Спарта», «Спецпоставка», и «Энкор», еще туда, и «Дельта», наверное, там же. «Дельта» там же, да, в шести очках, в шести очках. Вот «Мегавибель» уже как-то посерьезнее коллектив. Хотя там одно очко. Да, да. А у «Дельта» видишь, у «Дельта» двигает меньше. Ну, это не показатель, команда «Дельта» вообще. Вань, ну, что? Да что, ну, будем бороться, что делать. Во втором круге вот две игры выиграли, уже подтянулись хотя бы. Вот тут опередили даже. Вот с командой «Триада» была игра у вас. Вы выиграли только 3-0, да, 3-0. Как игра складывалась, что? Что с «Триадой» тоже такое? Да с «Триадой» то же самое, что и со всей нижней части турнирной таблицы. То есть это все... Любители пришли, ну, я не знаю, вот «Триадой» вообще игра как была. Поставили нам ее 22-30. Я не знаю, да, ты занимался вольной борьбой, да, ты знаешь, что организм уже спит. Тяжело играть. Ну, им сказали, нам так удобно. Удобно. У нас единственная загвоздка была во вратаре. У нас вратарю 17 лет, его не отпускала мама. Вот бывает. Да, ну это как бы... Это все-таки хорошие родители. Хорошие родители, да. Договорились, поехали, привезли. Наверное, все немного злые были на «Триаду». Как бы пол-одиннадцатого уже. Всем на работу. Это воскресенье было. Ну, вот 3-0 результат в итоге. Обыграли «Инкор» 2-0, да, тоже. Кмару, да. Проиграли вот им последнюю игру 6-2. И, кстати, хотел вспомнить матч «Колхоз-Вегас». Когда ты мне сказал, что там, да, сколько, за 4 минуты 4 гала было, да. Я сначала думаю, ну это что-то на грани фантастики. То же самое повторилось. 2-2 полетели, наверное, думали, мы сейчас все сможем, все. И то же самое, за 4 минуты 4 гала и 6-2 поехали. Хорошо, Жень, а вот если мы как раз вернемся к тому, что вот 22-30, и родители не отпускают, и на 2 года уезжал в строители, это был возраст какой у тебя? 10-11 класс, это сколько получается? 17-18. А что, почему такой небольшой промежуток времени и вернулся обратно, что-нибудь, что-нибудь получилось? Ну, надо было что-то как бы с институтом делать, хотя вроде говорили, что помогут устроиться там, как бы это, ну как-то знаешь, потихоньку все шло к тому, что уже все потихоньку начало типа распадаться что-то. И вот после того, как я уехал, как-то через, может, полгода, или это уже все хуже, как бы хуже и хуже становилось. То есть уже перспективы не было. Понял. Ну, а вот как ты считаешь, все-таки мог у тебя получиться вот такой, в глобальном смысле полноценный футболист? Была какая-то перспектива? У меня нечто было, я хотел вам сказать. Да? Ну, переживаешь? Сейчас уже нет, уже прошло. А если тут закончил? Конечно. Какой? В ГОУ. В БГУ. А, ВГУ закончил, да? Отлично, хорошо. Пойдем сюда тогда, в мотор Спарта. Результат там тоже, по-моему, какой-то дикий. 8-1. 8-1, да. Ну, давайте посмотрим эту встречу Спарта. Действительно своеобразный коллектив, тоже настоящий такой любительский. А вот как вообще, Жень, ты относишься к тому, что вот Максим Козин, да, выводит коллектив, что вот профессионал играет, ну, мы вас называем в кавычках профессионал, потому что все-таки у вас есть футбольное образование, у большинства его нет. Все-таки правильно, что они играют в наших лиц, как считаешь? Профессионал? Да. Да. Потому что многие, как бы, ребята там и молодые, это, стремятся к ним. Они могут подсказать, каким-то опытом поделиться. Конечно. А вообще, как считаешь, ЛПЛ в таком варианте, какой у нас сейчас есть, это вообще полезная штука? Это очень полезная штука. Даже в Воронеже гораздо меньше команд, чем у нас здесь, в Восколье. Хотя там население и, извините, всяких. В 4 раза больше? Да, в 4 раза больше. Но у них почему-то не особо это как-то развито. А в Восколье молодцы хотя бы. Ну, вот Евене Уколову, смотри, помните, какой. Эстетичный тут. Да-да, и не удар. Это оказалось не опасным моментом. Причем, мне нравится, что вот момент перед ударом, ну, понятно, далее. Стоял, поискал, подумал. Да, человек подумал, да, что надо сделать. Это просто, это когда он в Губкине играл, это просто. Это же, кстати, да. Я, как бы, драйвил, честно, до недавнего времени, пока он ко мне программа не пришел, вообще думал, что он в Губкинец. Потому что я первый раз с ним столкнулся на мини-турнире, короче, это было лет назад, мы приехали с Микро играть в этот турнир, и он играл в Губкинскую команду, мы там прилетели, там, Дуда как раз на ворот, и он играл в этом коллективе, и мне сказали, вот этот укол, там, сидела, Дубль-Динамо сидела. Но вот меня что поразило, что настолько вот интеллигентный футболист на поле. Он очень спокойный, ну, очень спокойный. Ни разу сколько ходил, смотрел, когда они во второй лиге играли, как бы, и тренировался, меня же брали тренироваться в первой команде во второй лиге. Сколько тренировался, никогда не было ни криков там каких-то, ни этих. Все спокойно, с подсказом, грамотно. Но человек, очень, у него голова очень хорошая. Да, за это мы, наверное... Настоящий опорный полузащитник, который может буквально за доли секунды определить, и он знает, куда она даст, а я даст точно ноги. Ну да. Очень хороший. Очень умный, да, умница, настоящий умный футболист. Ну, вот тут. Практически всегда, если есть возможность, человек играет в одно касание. Да. Потому что человек это может. А ему не надо здесь что-то доказывать, там какие-то, да, то есть вот, вот как Максиму Козину, вот так. Ну, Макс вот отдал голевую практически. Вот там столкнулись. Да? Не практически, гол уже, да? Да, гол уже. А это не он отдавал. Не, он до этого отдал. Гол, кстати, Борзенков отдал, значит, Борзенков. Как хоккей-то засчитал, да? Не, вот смотри. Раз. Ну, я считаю, это голевая. Да? Не, ну, он тут сделал, я считаю, 50% гола, а то и 70%, правильно? Он отдал. А то, а то, что сделал, да? Да это уже технический момент. Технический момент, я считаю. Ну, тут вратарь, конечно, на косе порил жестко. Да вот с партией, что ты с вратарем? Они играли последнюю игру со спецпоставкой. Да, он за коленой, видать, парень смотрит нашу программу, да? Смотри, он на коленой, как сыграл. На, уже в конце! С мегамебелью они играли, 2-2 счет, и просто с мегамебелью парень выносит из своих штрафов. Да, мне рассказали про это. И за шиворот залетело, да? И просто я гляжу Спарта, просто руки не то, что опустила, но уже поняли, что... Команде Спарта пропускать такие мячи в целом небезопасно, мне кажется. Ну, вот гол тоже шикарный. Ну, да. Хороший удар с отскоком, прям перед вратарем. Хорошо. Так. Это 1-1 стал, да? Это стал счет до 1-1. Ну, а потом, как бы, вот. Вот Максим Козин. Почти гол. Почти гол. Тут вот он апеллирует к судье, показывает, что был толчок в спину. Давайте посмотрим более внимательно. Я бы не сказал, что был какой-то толчок. Ну, игровой момент. В толковом варианте, как Максим показал, что у кого-то толчок в спину. Да, нет, 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 там нормально все. Да. Тут... Просто ему хотелось пенальти. Знаешь, был такой футболист Габриэль Амар Батистута. У него не погоняло, вроде боти гол. Вот я Максиму тоже погоняло. Максим почти гол. Почти гол. Да нет, но он же много забивает. И много не забивает. Он забил... Давай посмотрим с тобой, сколько он забил в высшей лиге. Просто для прикола. В этом турнире. Ну, это последняя программа, которую, наверное, Макс смотрел. Еще скажет, но на меня и так в последнее время не нравится. Слишком много внимания. Да, да, да. Ну, вот бомбардиры, как бы... Нет, это... Это первая лига. Вот. Ну, это первая. Вот она. Тут Михаил Лицин далеко убежал, как бы, да? 36 ничей. Есть такой у нас футболист в лиге, играет за команду Союз. Жень, надо присмотреться. Ну, один с голов разве мало? Где он? Ну, вот, десятое место. А, одиннадцать. Молодец. Я сегодня смотрел, думаю, что один гол, что ли, забил. Попутало просто. Это достаточно? Одиннадцать, это результат, Павел, вполне себе, да? Неплохой. Прилично. Ну, с другой стороны, с такими партнерами, как у Колоб, Будянский... Ты бы забил больше. Не больше, но, думаю... Столько же. Пятерочку, может быть, и завалил бы. Пастись там на передней стоянии, да? Пока тебе там... В тебя ударят пока. Да, да. Идеально выдадут. Ох ты, хорошо. У Колоб. Угу. Защитник почему пропустил, я так и не знаю. А он пошел страховать сюда, вот он, видишь, двое там в центре. Ну, проскочили. Почему пропустил? Какой защитник? Два четвертые? Два четвертые. Он вообще, да, почему-то... Как, 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 не знаю, как так получилось? Он, конечно, может быть в игре, но... Под ногой. Невнимательно. Он побежал туда. Нет, вы есть наша программа. Может, он не ошибался. Он пропускал, он пропускал. Слушай, он заряженный. Смотри, что это... Он пропускал, ну да, он там, наверное... Как СПЦ сделала, да, между ног? Да, да. Вот это наигранное или что? Да, он не ожидал, что там у него кто-то... Обратим внимание, что... Оп! Как-то, да, странно. Вообще... А у нас на лигу не принимают ставок? На лигу ставок не принимают? Я не знаю, но мы что-то как-то об этом говорили. Да, говорили в какой-то программе. Да, но я не варюсь просто в этой всей каше. Вот Максим. Ну, голевая, пожалуйста, тебе отдал. Я неплохо отдал. Внешней стороной стопы. Ну, он, наверное, больше раздает. Вот, пожалуйста, тебе. Да тут вот как Макс тут понадобал, да? Ну, вот можно в ассистентах потом повредить. Может, там у него... Да, давай в ассистах сейчас посмотрим, что он там. Гол плюс пас, что он там. Ну, тут уже Спарту разобрали. Сплынул почему-то. Вот два, три, четыре мяча и все, да? Ну, уже всякая мотивация пропадает. Один не добежал, да, второй не дошел. Бороться, да. Результат 8-1. Давайте посмотрим в ассистах. Может быть, я зря грешу на Максима? Черт, ну, на первом месте вообще я беру свои слова обратно. Так это еще, наверное... Красавец. Это только в чемпионате. Да, еще, наверное, не все посчитали. В чемпионате, понимаешь? О чем можно говорить? Кстати, если вернуться к... Но если он хас, то не доплачивает. Да, к Антону Семенову, который играл за футбольный клуб Мясная Лава. Играет. Играет, да. Играл, он уже не играет, да. Такой человек на грани фола постоянно, как бы, что сказать. Буквально выложил фотографию после игры с Пересветом. Жаль, я вот немножко забыл фабулу передачи, нарушил. Но все-таки не могу не ответить вот эту фотографию, как бы, новую. После игры с Пересветом. Но она, как бы, характеризует футбольный, как бы... Талант. Футбольный талант, да, как бы, даже талант и футбольную подготовку. Ну, мы их, собственно, видели. А может, травма была, что-то, может, там... Травма головы. Может, он не мог передвигаться. Травма... А, то есть, ты думаешь, он, вот, как бы, да, это... Вряд ли, ну, как вариант. Ну, в таком варианте, он мог бы выйти на поле, как бы, как раз сейчас Олимпиада идет. Да просто наших фарминпийцев уже сняли за допинг. Конечно, у нас, как бы, на допинге сидят же фарминпийцы. А то, наверное, тоже. Им же это надо, правильно? Да, ну, как бы, вот... Ну, что сказать. Вот такой человек тоже есть в нашей игре. Даже комментируют как-то сложно, если честно. Честно, да. Такая шутка на грани фола, мне кажется. А вообще, на самом деле, над этим, как бы, не смеются, да, где-то? Ну, за Антоном можно. Ну, я думаю, это в контексте игры с Пересветом. Ну, я, как бы, я не знаю ничего ему сказать. Ну, у человека есть юма. Ну, это хорошо, что есть юма. Ясно. Ну, я считаю, я это связываю с суббой с игрой с Пересветом, как бы, вот. Ну, может быть, он этим хотел показать, как была, какая была команда. Доказать тренеру, что он еще рано и выписывает со щитов, да? Ну, что-то он хотел на эти щитов. Человек рвется... Ну, что, вот такой вот. В эфир, да? Да, вот такой вот этот плавень, как бы. Так, что у нас тут есть еще? У нас тут есть... Ага. Тут у нас уникальные вещи. Командные игры есть. Хорошо, с кубком мы... Давайте сейчас до конца уже опустимся. Долго-долго нам что-то как-то придется крутить. Карусель эту. Авангард. Спартанцы прошел дальше. СПЦ. Ну, тут, мы говорим, скорее всего, Невский выйдет. Союз. Дрим Тим. Мотор Пересвет. Ну, как бы, кубки тут... Это в четвертьфинале уже будет? Да. Тут, как бы, я думаю, еще ночей... Муха сядет. А там дальше что, сетка или жеребьевка? А там дальше будет, там, вот, жеребьевка. А, это что? А тут еще групповой этап остался дальше. Ну, это Адхаз тоже будет зависеть. Как скажет заместитель бога. Как бы, Лики, так оно и будет, правильно? Я понимаю. Поехали дальше. Сейчас я закрою все это. Вот вы говорите, не записывай. Все записывается. Давайте, в первую рюку пойдем. СПЦ-2. Чемпион. Чемпион, думаешь, да? Я думаю. Думаешь, что... Думаешь, Нюшли не достанет? Еще игр сколько? Ну, а хотя там на игру... Игра будет. Ну, я думаю, здравушка, все. Отвалилась. Вот, наверное, на третьем месте так и останется. У них же там сейчас кадровые проблемы со страном, да? Ну да, у них же там ехали в деревню в Азербайджан. Ну, не знаю, да, кстати. Команда спецподставка. Что это? Не знаю. По реке плывет кирпич деревянный, как стекло. Вот мне это напоминает. Да, ну ты раз посмеялся на них, да? Ну да. На результате посмотрим. У нас есть эта встреча. 9.0. 9.0 спецподставка, СПЦ-2. Ну, вот такой вот, как бы... Футбол. Ты это заснял, значит. Ты это есть такое. Ты это заснял все разгромы, наверное. Ну, да, у нас какая-то такая порно-программа. Я не знаю, такая. Порно-кап. Вот. Команда спецподставка, на самом деле, чтобы СПЦ-2 не силы себе, решила, что она может играть на того игрока меньше, то есть вот... Команда спецподставка может восьмером играть, а спецподставка решила в семером дать год, как бы... Ну, Союз бы тут, не знаю, знак солидарности. Вот, да. Спецподставка. Спецподставка. Попытались. Получилось в итоге то, что получилось. Вообще спецподставка, конечно... Они просто решили, или у них не пришли люди? Да не пришли, конечно. Ну, да. Я не знаю, как они мотивируют. На это вы решились. Может быть, им заканчивалось. Ну, молодцы даже. В семером вышли, бились. Ну, да. За характер можно. За характер. Ну, на самом деле, они все из роговатого. Просто домой ехать обратно, это как бы тоже долго. Смысла, смысл. Да, наверное. Смысла нет. Хоть победы, да. Вот, Виктор. Вот такой гол. Хорошо. Вот одного и не хватило, наверное, да? Да. Возможно. Ну, еще раз. Ну, тут как-то... Вот, смотри. А тут вариантов не было у того дальнего парня. Если посмотреть. А это полевой у них играет? Что-то на вратаря похоже. Да, это у них вратарь играет в поле. А то я поглядел. У него там Чи-5 забитый холодным. Вот, что он там пенальтик не сбыл. Вот, смотри. С ним, по идее, играет защитник вот этот, да? Ну, тут реально у него по-любому ждет. Ну, вот как раз одного, в принципе, правильно. И же не хватает. Тот, как я понимаю, хав, да, допустим. Раз, два. Одного нет. Одного не хватает. Ну, вот этому по-любому надо было выдергиваться. Раньше. Ну, я думаю, 24-го. Раньше. Потому что он ставил вратаря. На приемной его уже брать. На приемной. Да. Вот, пенальтик. На мой взгляд, спорный момент. Пенальтик. Почему? Ну, хотя он мяч ударил, да? Но все-таки ударил первым. Ну, это ударил, да. Жень. После удара. После удара, да. Мне кажется, все-таки спорный момент. Ну, я думаю, в таких играх... Многу, конечно, была игра. В таких играх для зрелищности. И судьям нужно немного, как бы... Давать шансы спецпоставки. Давать шансы спецпоставки, да. Просто, ну, я думаю, так было бы интересно. Как раньше судил Алимжан Халитович, да, там... Помню, я играл за завод АТ и проигрывал постоянно там 5-3. И он там в штрафной забегает. То-бе-что там чуть толкнули в пенальти. Слабо надавать шансы. Да, ну, понятное дело, да. Как бы 3 очка увезут. Сильный. Ну, улыбка 9-0, конечно, жалко. Еще, наверное, куча-куча моментов. Ну, все равно спецпоставка молодцы, что... Молодцы, молодцы. То, что... Меня удивляет... Меня-то на желании играет. Удивляет другой момент, что вот буквально я вот на той неделе так получилось. Пришел на тренировку в команде Мика, бегал в футбол, даже играл. И к товарищу есть какую-то такую встречу с командой триада играли. Знаете, честно сказать, не то, что там я там пыжу, еще что-то. Мне сейчас большое желание все-таки прийти с мясной лавкой на тренировку привезти. Просто вот с высшей лигой. Вот интересно просто, как сыграть, что это будет там, это все дела. Но вот есть люди, которые десятки лет играют в футбол. Пускай там нет у них образования какого-то. Ну, 10 лет тут там в ЛФЛ или где-то там даже не сидела. Без прогресса. Вообще ничего не научились просто. Как так может быть, Жень? Может быть, не хотят. Ну, как так может быть? Ну, неужели непонимание футбола какого-то, знаю, фильм, пау, пах, все что-то. Да все может быть. Каждый человек по-разному. Каждый сам понимает свое видение футбола, правильно? Может, он видит, что надо выносить и все. Да. Чем проще, тем лучше. Да. Может, он вперед играть придет. Каждому свое. Где-то научили, он там на одну тренировку сходил, ему сказали выноси. И вот он думает до сих пор, что это правильно. Ему здесь запрограммируют, вот, вот так вот и все. И у него осталось на подсознательном уровне. То есть он уже автоматом. То есть он уже по-любому подавал, если добежал на штрафную, сколько удобно подавал. Хотя вот хорошо. Ну, Камбару, наверное, говорят, что он подавал, да? Нет, так мне интересно, другого, знаешь, неужели там не нашелся ни один умный человек, который мне сказал, слушай, парень, ты не пробовал там под себя убрать там еще? Так он может же под себя убирать. Ну, видимо, нет. Ну, он с арсеналом видел, он там раскатил. Хорошо, паренька, давайте во вторую лигу быстренько опустимся. Есть такая лига в нашем слове, в нашей лиге. Жень, тоже паренька тебе. Это ваши будущие все соперники. Я знаю. Про Магро мы играли, ну, правда, на мини-футболе. С Бачо мы играли товарищескую. После какой? После игры, не помню. После лебедей, что ли. Вот. Так, кто тут? Ну, с Дизелем мы играли в Миньке. Авида просто играли. Как считаешь вообще, что это сильная лига, слабая? Как вообще-то, если ты говоришь... Это лига, в которой интересно. Ну, то есть, вот после третьей, вот в этой, это здесь интересно. Это уже совсем другое. Вот против Бачо играть, там, против Промагрос играть, в ИП-2. Просто интересно. Вот наподобие, как с колхозом, знаешь, ты уже совсем по-другому думаешь, как играть. Гораздо интереснее. И появляется какое-то, ну, желание, интерес. Просто интерес. Жень, Вань, ну, вот тебе что-то говорит, вот это все коллективы, то есть, да? Да. Есть тут фаворит какой-то, скажи мне? Фаворит, ну, Промагрос. Ты думаешь, Ави фаворит? И по организации, и по игре. Они вот даже лавки 2-0 проигрывают. Ничего не изменилось. А что в смысле лавка 2-2 ты там играл? Вот как раз в этой команде ты уж точно всех знаешь. Там уже половина, наверное, сменилась игроков. Вот результаты, если мы посмотрим, как они последний раз, 2-1 вырули. Ну, там уже сказали, тяжелая игра была совсем. Да, ну, я тоже читал отчеты Артема. Да, да, да. Что? Да что там, не знаю, что там, команда настроения, наверное, такая какая-то. Попрет, поехали, не поперли. Мне кажется, играть на лавке 2 зависит от того количества выпитого пива, короче, за день до того, как выходить на поле. Если меньше выпилить, то результат, мне кажется, будет лучше. Думаю, да. Бьющий коллектив. Да я бы не сказал. Да что? Да? Я сам с ними недавно выпивал. Ну, не тоже играет. Ну, за день до игры. За несколько часов. Часов за 12. Такого не было, такого не было в моей практике. Я бью только если вечером. То редко стараюсь как бы тоже режимить, можно так сказать. Ну, мне это просто не очень интересно в жизни. Плохие примеры были. Команда Оскол Телеком, она что-то вообще кому-то говорит? Честно. Вообще ничего, да? Ну, мне говорить, я за кабельное плачу. Да, ну, понятно, да, хорошо. А команда выпить 2? Выпить 2? Нет, даже не знаю, кто тут. Ну, вот на эти выходные встречались эти коллективы. Счет 3-0. Но очень интересная встреча получилась, я хочу сказать, что до, вот то, о чем мы опять же говорим, там чуть ли не до конца встречи, Оскол Телеком держался, держался молодцом. 0-0 был счет, но в итоге чуть-чуть не хватило. Сергей Симонов был здесь. Да, я думал, он за первую команду бегает. Это вот, мне кажется, человек похожий на Евгения Ежова. В плане вот именно как бы своего внутреннего такого как бы структурного состояния. Потому что тоже человек явно выше, чем вторая лига, мягко говоря, давно играет здесь. И что-то как-то ему не хочется никуда уходить. А вот играть здесь, в этой команде чего-то берется. Ну, он наигрался уже, знаешь, сейчас ходит во вторую лигу. В удовольствие поиграется. Ну, мне нравится тут круги нарезать. Повыпить два, сказать да, очень сложно что-то. Команда с претензией, понятное дело. Команда Оскол Телеком, ну-ка, надо резервами держаться какими-то своими. Пришли сейчас ребята из Атриса. Вот этот сейф, о котором я говорил. Да, это сейф. Хороший, хороший. Он был, может быть, не наиболее сложный. В стиле английской премьер-лиги, помнишь? Да? Да. Так перекладин. Такой эффектный. Да, да, да. На самом деле мяч по центру летел. Ну, я же говорю, в стиле английской премьер-лиги. Для болельщика сыграл. На публику. Ну, вот он забрать, да. А насколько вот действительно ипотаж это, то... Я думаю, вы, ребят, не любите все эти вещи, да, в футболе? Защитник это такое непотажное состояние футболиста. Да, ну и вратарь непотажный, но... Нет, ты что, молодец, это украшает, тем более вторая лига более наскрепощенная лига, я думаю. Можно себе это позволить. Развернулся, пожалуйста. Вратарь красава, да? Вратарь. Я надеюсь, что этими словами они нас услышат, команда Скоттелеком, и... Ну, не без везения, конечно, ничего не говорить. Сохранят прописку? Ну, во всяком случае, как-то их дарут, во душу видно. Был даже момент вот такой, смотрите. Тунц. Теоретически мог быть гол, да? Молодцы. Ну, команда молодая, это, да, Носково Телеком. Первый год. Первый год 8 на 8. По-моему, 8 на 8 первый год вообще играл. Да, да, да. Ну, что, молодцы. Ну, думаю, сейчас... Вот, смотрите, момент. Вот Сергей, вот как бы, вот он с мячом. Вот, вот так вот. Вот, вот это ему нравится, мне кажется, поэтому он играет во второй лиге. Я думаю, выше лиги мы такого не дали бы. Ну, глядь, он вратарь до последнего. Молодец, молодец, молодец. Это его поддержки бы еще. Тут вот можно было бы сфалить уже, да и... Ну, он как бы и сфалил. Ну, я дал играть, остановился, да? Ну, да. Сам думал, все. Пожалуйста, тут двоих пробросил. Как кегли, знаешь, так вот, как просто на тренировке. Ну, вот так вот играли сборные России на чемпионате Европы. Как кегли. Не могли по мячу попасть постоянно, то есть, чуть-чуть, чуть-чуть где-то. Что-то мешало постоянно. Да. И вратарь, значит, проекция играет. Как сборная. Ну, для него, может быть, если он болит за Спартак, это будет как оскорбление. Ну, мы же не знаем, за кого он болит. Ну, да. Но он на нас не обидится, я думаю. Не, он молодец в этой игре вообще. Ну, да, глядь. Причем с эмоцией. Но он, стоп, стоп он вытащил. Он постоянно играл за них или нет? Ну, в последнее время я вижу, что он как бы хочет этого, этой игры. Приходит на игры. Опять, сильно. Может быть, сейчас кто-то подсмотрит и, да, мы говорим, что у нас с вратарями проблема. Хотя такие люди вот с такой психологией, да, с таким, может быть, эмоциональной, мне кажется, этот человек, если поперло, то поперло. А так может и дураков запускать, да? Ну, а понаблюдать за ним. Знаешь, если как, бывает, что когда вратарь, знаешь, вот это, как уражи, понимаем. Да, да. Просто он тащит все, вот, как-то, я не знаю, психологический настрой. Все, ему не пробеживают. Все, ему не пробеживают ничего. Из любой точки ему это вытащить. Может, и у него так же. Ну, после первого, наверное, после гола. Ну, да, все, он пытался вытащить, но, ну, еще, наверное, после этого вот. Тут такие, как бы, ошибки. Ну, 3-0. Осколк или фон. От этого никто не застрахован. От чего? От поражения? От поражения, от ошибок. Надо тренироваться. Вот для меня загадочный, допустим, Ваня стал из таких коллективов, как «Арсенал Аскол», «Фортуна», допустим, провалил, на мой взгляд, игру, да, чемпионат. Александр Малов, я нашел, он не предрекал победу в «Арсенал Асколе». По «Фортуне». Давно они играют, но я как-то не следил за этим коллективом. А вот за «Арсенал Аскол», да, приятно наблюдать. Ребята так вот… А что, с чем связан такой, можно сказать, подъем в футбол? Да они, вот я с Эдиком недавно разговаривал, я им говорю, вы молодцы, вы как бы от идеи, вот вы… Сезон прошел, там, два человека пришло, все, как бы, да, костяк тот же. Поиграли, еще два человека пришло или один вот. И они потихоньку-потихоньку, и, глянь, вот уже борются. Ну, тут с таблицей проблемы, да, какие-то? Ну, да, тут вечные проблемы с таблицей. Нет, ну… А лидер Губкин вообще, Женя, не знакомый от тебя? Ну, игроков, знаю, еще по детству с ними играл. Есть там вообще нормальные ребята? Ну, нормальных ты как говоришь? Ну, в каком плане? Профессиональном? Нет, вообще, ну, да, я имею в виду как футболисты, не как люди, потому что это уже такой… Уровень высшей лиги такой. Ну, вообще, в принципе, там есть что-то вообще, ресурс какой-то определенный? Есть. Есть, да? Есть, ребята. Вот, надо, чтобы их не нужно смотивировать, ребята. Все равнения на Евгении Ежова, спортом нужно заниматься. Женя, а ты как вообще? Вот есть какой-то у тебя тренировочный процесс? Я имею в виду, вот, ну, ты как-то только в футбол играешь или еще что-то, как бы, какие-то занятия эти? Ну, в тренажерный зал только доходишь. Понимаешь, да? То есть занимаешься. А вот это не мешает, как бы? Да нет. Ну, я стараюсь, знаешь, ну, не сильно, как бы, чтобы… Потому что я понимаю, у меня было такое, когда в строителе тоже тренажерный, как бы, ходил, ходил постоянно. И это сказывалось, как бы, и на скорости, и на резкости. Мне просто потом сказали, что видно, что более тяжелый, как бы, стал. Я потом перестал так сильно. Ну, есть футболисты, да, защитники застрадают этим, типа и Мартина Ирана, когда-то в свое время вообще перекачался парень жестко. И помнишь такое у нас играл спорта? Не, видишь, если это грамотно как-то сделать, чтобы не как, знаешь, вот, как тренер был, а, то есть, в скорости это, ну, как… Я всю силюсь показать в программе, я не знаю, надо как-нибудь, в реале играл такой, он до этого в Севиле играл, в Бразилийце такой, он уже лет 35, он еще играл, когда Даня Алвеш играл в Севиле, как-то у него там, он за сбору даже бил. Баптиста. Баптиста, точно. Жулио Баптиста. Я недавно случайно в интернете копался, наткнулся, оказывается, человек 35 лет, заставил себя, ну, как бы, я и в программу тоже вставлю, потом, бейте, будете. Смотрите обязательно, это есть в интернете, то хоть дома посмотрите. Он там в Бразилии где-то играет в лиге, в лиге, там, может, первой бразильской лиге, нанял себе специального тренера, короче говоря, он сейчас выглядит круче, чем 25 лет. То есть, там вот просто, ну, питание тренера, вообще просто, вот, там сплошные мышцы, то есть, у человека, и он именно не как шкаф, знаешь, там, рельеф, именно такой, настолько, я думаю, вот, человек себе цель поставил, да, вот, в жизни, как бы, он к ней идет, вот. Не за каждым бразильцем это посмотрим. Да, ну, нетипичный такой, да, как бы, парень, да? Мне всегда было интересно, вот, Испания, там, Италия, Германия, там, Англия, особенно Англия, ты его, извини, там, вот такие вот бегают. Да, да, да. Все здоровы, и они бегают. А с чем это связано, вот, ты можешь, Женя, как-то, не следует? Это, я думаю, это тренера, они все грамотно, какую нагрузку надо, чтобы, как бы, и у тебя и тело был, корпус был. И скорость, да, не потерять. И скорость, да, не потерять при этом. Я удивлялся просто. Ну, был такой гидрофар, который, да, шо, лань, и был огромный, пожалуйста. Ну, это скорее было… Ну, он как хлыщ. Да, да, были, да, были такие человеки. Там все в Англии, в основном, каждый второй. Да, удивительно, огромный, на фоне наших, вот, этих, торбинских, этих всех. Торбинских, вообще, 55 килограмм. Это вообще анекдот. Ну, бегал-то, чем. Футбольный. Да, Женя, давай опустимся в вашу, в твою лигу, на данный момент, любимую. Ваня тоже, я уверен, они что-то знают, да? Жаль, нет. Ну, вот две команды, знаю. Две, да? Две сегодняшнего программа. Вегас, ну, вот, много об этом говорим. А вот команда Техас, допустим, у нас есть Лебеди, команда. Ты, когда видишь их, там, понятно, игры проходят, еще что-то. Эти ребята, тебе вообще что-то знакомо, что-то говорят. Город-то маленький, в принципе. Техас, половина молодых были юношами. Да. И я играл с ними, ну, тренировался с ними. Техас очень хорошая команда. Может, да? У них тоже есть перспективы определенные, да? Может, очень, может. Хорошая команда. Ну, они идут, как бы, посмотрели, на четвертой строчке, в принципе, на третью, тут борьба как бы будет идти. Оскол, Бетон и Техас, вот, в принципе, вот она, как бы, пятерка, да, будем говорить. Вектор тоже, неплохая команда, довольно-таки, короче, молодые ребята. Это тоже Губкинская, да? Вектор? Да. Нет, это Оскол, с кого-то они с ними играли. Техас, Бетон, вот, пятерка, которая, как бы. А тут таблица правильная? Вы свернули? Да, это правильная таблица. Правильная таблица, да. А то я у Хаста спрашивал, он говорит, типа, политика, политика. Ну, у Лжаря можно попалить за то, что у вас в графе пропущено всего 10 ключей. Стараемся. Старайтесь, да? Отлично. А команда Космос, ты можешь о ней сказать? Космос? Как-то сказать. Это тоже старосходская команда? Космос нет. Губкинская? Ну, я одного человека знаю, но он сам Губкинец. Ага, ну, понял. Это, как бы, будем говорить, неудобная команда, знаешь, что такая? То есть есть команды, которые, как бы, слабые, да, а именно они неудобные. Они не плохие, ну, и, как бы, нехорошие. Ну, как бы, нехорошие. Вот именно такой среднячок, но добротный, с которым сложно, с которым можно побиться. А вообще, вот, Женя, вот объясни мне одно, вот как ты находишь мотивацию на все вот эти игры? Потому что, ну, там реально есть люди, которые, ну, не очень хорошо играют в сбоку. Как это ты себя заставляешь? Заставляю что? Или это твой характер такой, что ты не можешь играть на 50%, а на 30%, то есть всегда настал? Ну, я привык, так всегда. Ну, не знаю, ну, как-то, не могу я выключиться или, там, из борьбы вот это, не мое это, не привык. Ну, поэтому я вот это равно получил с вектором. Сейчас на транс. Ты травмировал, да? Ты сейчас не играешь? Ты играл, а, вот, последний, да? Как вы сыграли? 2-0 выиграли. Чего так слабо? Ну, траву получил. Я в конце игры получил. То есть ты играл в свою встречу, да? Я играл, да. Что не получил, что не слабил? Вообще, что в ваш коллектив? Вот, есть у вас, да, состав, есть у вас игроки? Есть хорошие игроки? У нас хороший подбор игроков, у нас есть, которые и занимались, как бы, и со мной занимались, вот, футболом. Не всегда, знаешь, местами получается через пас, вот, играть. Что я хочу, как бы, это вот через пас, больше через пас. Не без переговора, да? Переговора, да? Да, вот, через пас. Ну, не всегда получается. Моментами проскакивать, да, очень хорошо получается. Ну, у нас много игроков, которые, как бы, индивидуально могут сыграть, вот. Ну, как бы, это плюс. Не всегда, вот, наверное, не во всех моментах нужно включать это, но могут, и это, как бы, радует. У всех, у всех есть желание, как бы, все стараются, все даются. Ну, опять же, это футбол, и у каждого человека по-своему. Сегодня, сегодня ты хорошо сыграл, завтра у тебя не пошла. А это возможно вообще? Конечно, возможно. Возможно. Это футбол, это все возможно. А, хорошо. А вот команда Апланта тебе что-то говорит? Есть такая, вот она в списке номер 9. Апланта. Я против нее. Зеленый цвет. Я против нее не играл. В первом круге я не играл против нее. Все, видишь, Ваня, повыше, мы ее вниз, там уже, как бы. Так же, как и я вверху. Да, да, да. Давайте посмотрим, есть у нас игра и третьей лиги. Так, где она? Вот он, Космос Атланта. Сергей. Воротынцев был у нас в программе, представитель команды Атланта. Вот он. Такой. А, ну это точно. Изрядно. В Арсенала Скорбе. По-чаторски я скажу обрюзший. Да не обидеться вы на меня. Ну, новая команда, да? Новая абсолютно команда, да. Зеленая все-таки у меня форма. По команде Космос, что с формой, я понять не могу. Ну, может, на взнос нашли форму. Ну, да, сбросились пацаны просто, да, ты, как бы. Ну, тут вот такой, как бы, футбол. Специфический, я бы так сказал. Сейчас был такой момент, кусочек, где я его называю, кусочек матча спецпоставка Мегамебель. Такой бамс, бам, мимо, мимо, мимо. Не, ну, как бы, третья лига, большая часть, как бы, любителей. Это все, это все возможно. Вот, попал человек, да. Молодцы, что вообще такие коллективы организовываются. Ты понял, что он попал в свои ворота? Нет. А я тоже. Это как бы защитник просто. Ну, я могу сказать, зато исполнил хорошо. Ты уверен, да? Да, я уверен в это. Ну, вот, вряд ли он бы аплодировал, если бы ему прыгни в ворота забили. Молодцы. Нет. Бывает и такое. Грамотно, конечно. А так забил вообще, да? Вот, как заправский форум. Вот, Мельдарека такой, знаешь, хорошего. У меня был один раз такой, один такой момент. Ну, все забивали, мне кажется, со своими ворота. Ну, у меня получилось очень красиво. Дудкина, Руслана, я забил. Да? Хороший, да? Прям, ну, с дальнего расстояния по ветру в 9. А, передачу сдавал назад? Да, передачу. На большой порядок, да? Да, на большой. Мы играли против, не помню, против Шибекина, что ли, по-моему, играли. И получилось, мяч скакнул, а защитник набегал. Ну, и выносить не стал я хотел бы Дудкину. А сильный ветер был как раз в ту сторону. И мне получилось, вроде, ну, чуть-чуть его укоснул. И он прям полетел, так, грамотно лопой в 9 свои. Да, не согласитесь, вот это состояние стрёмное такое, после, вот, когда... Это жесть, да? Просто, собственно, потом тренер заходит и начал это подкалывать. Не, ну, а что? Ну, надо перетерпеть все эти вещи просто, вот, как это, знаешь, вот некоторые, там, начинают доказывать, вот, Слуцкий, там, это же. Я не знаю, какую команду ты борешься, это неважно, да? Он там пытается найти общий язык с игроками. Для меня показатель на этот момент две истории. Первую историю, которую рассказал Роу Кином, у него был первый тренер, там, какой-то, там, в Ирландской команде, где он там играл, я даже. Или в Nottingham Forest, я не помню, где-то, когда-то он уже еще играл, начало, ну, конец 80-х, он там какой-то косяк совершил, обрезался, короче говоря. То он уже играл там, как бы, на таком уровне, да? Перерыв, тренер заходит, прям без разговора ему прям, бэм, короче, в голову и стол. Больше так не делаем, когда он, все, и с этого момента я понял, что там, то ли пас назад, то ли что-то как-то он там это закосил. А второй момент, когда Дайвин Беккер был звездой, когда Фергюсон зашел, в нем он начал спорить, говорю, вот, пожалуйста. А мы все, пулиньки сдуваем с этих ножей. Пытаемся им что-то объяснить, да? Ну, вот на самом деле, ладно, это уже долгий разговор, уходить в этот, в Рио, в этот, да, то есть, как бы, наш. Вот, ну, такая передача тоже, как бы, угловой подан. А, это белый фоль, не прочитал. Братарь, сила? Нет, это нейтральный футболист. Ну, за кого он играл? Забирать пытается. А за кого он играет этот файл? Нет, это за Атлаб. А он за Атлаб? Да, я по шортам определил шорты. А, ну, смотри, черно-зеленый. А, это второй комплект. За команду Космос. Интересно. Вот, видно? А, вот. Фентанол. Разве было бы? Ну, давай посмотрим, на повторе. На мой взгляд, вообще ничего не было. Просто ничего не было. Да, он тут здесь убрал, но он сам упал. Человек стоял, да. Человек стоял в ногах. Ну, и ноги сам поджал. Защитник попятился, и он еще на него играет сверху, как бы. Вообще ничего не было. Я не знаю. Ну, судьи тоже люди, тоже имеют право ошибаться. По влиял на ход игры в итоге? Как сыграли? 3-2 выиграл все-таки Космос. А, все-таки выиграл Космос, да. Решил вот Сережа. Пенальти. Да, ну, надо, конечно, немножко... Я хоть сам немножко с животом. Но ты не футболист. Ну, не то что... Футболисты, это звучит громко. Был, звучал. Ну, в общем, вот такой обзор у нас получился, как бы, да. Пожелаем удачи команде АТ. СОАТ. СОАТ, да. Спасибо. Увидимся в следующей программе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова